Если ты хочешь иметь как минимум 10 миллионов подписчиков на ютюбе, поставь лайк за 3 секунды, я считаю. Раз, два, три! Всем привет, ребятки! С вами как всегда Алплей, добро пожаловать на мой канал! Мы с вами сегодня начнем играть игрушки Prison Escape, в которой нам нужно освободить как можно больше заключенных и убежать из тюрьмы. Ну, я вот уже двоих, по-моему, забрал. Давайте, наверное, чуть звуку добавлю, а то совсем ничего не слышно. Да, двоих я уже освободил. Сейчас еще двоих освобожу. Босса завалили одного. И вот у нас тут есть какая-то машина, но походу ее мы с вами не можем ничего ей сделать, просто нам нужно убежать. Да, видите, мы с вами эту машину разрушить не можем, нам просто нужно убежать отсюда. И все. Хорош, погнали дальше. Сзади одного, сзади другого. Оружие забираю, заключенных всех забираю. Ой, глядите, тут у нас бунт, прям реально произошел бунт. Смотрите, сколько много заключенных я освободил. Тебе, трындец. О, а тут у нас будет жесткая рубка. О-о-о-о-о. Сколько? Ну, немножко, конечно, заключенных погибло, но в целом большую часть я все-таки освободил. 14. 14 заключенных я спас. Хорошо, давайте попробуем еще несколько заключенных высвободить отсюда, убрать с этой тюрьмы. Давай, получай. 4, 5 уже есть. Пам, по голове. И, походу, 6. 6 заключенных я спас. В этот раз чуть-чуть поменьше, но тоже нормально. Здорово. Давайте мы с вами посмотрим, что тут у нас в магазине. Мы с вами можем открыть новый скин за 1300, у меня есть 850. Нам нужно еще немножечко, нам нужно денег для того, чтобы собрать еще один новый скин получить. Заключенного заварим одного. Ну, вернее, охранника. Тут нам нужно... Мы сюда зайдем? Нет, мы сюда не зайдем. Походу, просто нужно выбраться отсюда. Продвигаемся дальше. И вот у нас жесткая рубка. 1, 2, 3. Всех троих сзади мы с вами без особого затруднения уничтожили. Здесь у нас уже будет вертолет. Нам нужно будет убежать. И в этот раз мы с вами сможем это сделать с помощью вертолета. Ну, и давайте, чтобы закрепить результат, попробуем еще один уровень пройти. Тут нам нужно сделать что? Опять освободить побольше заключенных. И постараться выбраться наружу. Есть. Жесткая-жесткая рубка. 7 заключенных я, получается, спас. И опять на вертолете мы просто-напросто улетаем. Очень-очень хорошо. Ладно, ребят, давайте поиграем в игрушку Гримейс Тори. Ну что, ребятки, давайте попробуем пару уровней пройти. Нам нужно сейчас перебраться на другую сторону. И здесь я в прошлый раз взял камень, я ошибся. Нам нужно взять вот эту птицу. И да, она перетащила на другую сторону нашего монстрика. Мы с вами пока не ошиблись, хорош. Попробуем, значит, еще несколько уровней пройти. Что дальше? Здесь у нас... А здесь у нас что-то... Мостик, что ли, нам нужно сделать? Да. Оооо, ребятки, нам нужно перебраться на другую сторону. Только нам нужно воспользоваться веревкой или снять гипс. Наверное, веревкой? Ааа, не, ребятки, нам нужно было выбирать гипс. Скорее всего, что этим гипсом шарахнуть вот этого противного монстрика, который нам все испортил. Да, на гипс получай. И сейчас мы просто перебираемся на другую сторону. Будешь знать, как нас разыгрывают. Вот так. Давайте еще уровень пройдем. Что дальше? А здесь у нас... Оооо, ловушка есть. Нашу девушку кто-то увел. Какой-то чел нашу девушку увел, и нам нужно пойти его, наверное, догнать. Давайте мы с вами попробуем молнию призвать. Я превратился в убийцу. Хаги-Ваги наш превратился в убийцу и пойдет сейчас отомстит. Отомстит за обиду. Ну и ладно, давайте попробуем еще тогда один уровень пройти. Здесь у нас какая-то ловушка. Очередная. Что тут нужно? Ааа, вот оно что, ребятки. Нам нужно, получается, убежать от этого монстрика. Нет, нам нужно, ребят, кого-то призвать, походу, на помощь. Мы с вами можем подозвать Хаги-Ваги или воспользоваться мухобойкой. Давайте, наверное, позовем на помощь Хаги-Ваги. Да, он пришел сбитый большой. Отлупил монстряку, отогнал его, а мы с вами, соответственно, этот уровень тоже проходим. Круто. Хорош, ребят, давайте поиграем в Insect Evolution Run. Так, у нас есть паучок 25 уровня. Мы будем поедать других пауков, будем поедать другую еду и будем этот уровень нашему пауку, соответственно, прокачивать. Есть возможность у нас тут шляпу получить для просмотра, чтобы просмотреть рекламу. Этого я пока делать не буду. Кстати, у нас тут есть магазин, и в этом магазине можно купить шапку. Ну, не, магазин что-то не работает. Ну, ладно, давайте тогда мы с вами скорость немного прокачаем нашему пауку, чтобы побыстрее он тут все ел и становился большим и сильным паучарой. О, 27-й левел. 28-й уровень, и в этот раз мы с вами уже получше пропались. Теперь у нашего паука будет плюс 1 уровень. И смотрите, на 50% мы с вами открываем вот этот вот бонусный левел, где нам нужно будет играть за ящерицу, наверное. Ящерка мы с вами будем поедать абсолютно все. И только деньги будем зарабатывать. Опять только 27-й уровень, что-то я не могу дальше в 30-х и продвинуться. Ну, наверное, из-за того, что уровни короткие, если бы уровни были длинные, то я бы 100% набрал бы побольше. Так, 26-й. Да, видите, коротковатые уровни, ребят. Нам нужно прям длинный левел, и тогда можно набрать и 30, и 32, и 35. Ну что же, пока так. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте этот бонусный уровень пройдем с этой черепахой, ящерицей. Погнали. Let's play. И нам нужно поедать маленьких паучков. Ну, не только маленьких, всех пауков мы с вами поедаем. За каждого паука нам дают 1 бакс. Ну и, по-моему, за каждую еду нам тоже дают 1 бакс. Тут у нас и еда есть в виде клубника, да? И пауки. Ну, неплохо. Я уже большую часть, наверное, уровня прошел. Практически все съел, ничего не оставил. У нас тут, правда, есть такие пауки, у которых красный цвет левела подсвечивается. Но я, наверное, все равно и съем. Да, я тут съедаю всех. И тех пауков, у которых левел красный, и тех пауков, у которых левел зеленый. Наша ящерица. Всех паела, и последнюю клубничку я тоже доел. Ну и все, вот ящерица добирается до финиша. Ладно, ребятки, давайте поиграем в Скул Эскейп. Ну, а здесь у нас будут несколько мести. И нам нужно выбраться наружу. Так, сейчас, походу, ловушку какую-то должен установить. Ой-ой-ой, бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Да, видите, здесь мне нужно установить ловушку, чтобы вот это вот мести у нас упало. Или ее шарах... А, в этом случае ее шарахнет, походу, молния. И мы с вами просто выбираемся до зеленой дверки. Вот, ее нормально шарахнуло. Все. Да, вот мы с вами просто и легко выходим наружу. Зеленую дверку выбрались, это означает, что мы с вами уровень прошли. Следующий ловел, тут будет у нас уже две мести. Опа. И нам нужно, походу, просто-напросто обойти. Здесь мне не прятаться нужно было ни ловушки никакие устраивать. Просто нужно было убежать. Ага, здесь мне нужно, походу, спрятаться в этом шкафу. Сейчас я зайду сюда в него. Все, я в шкафу спрятался. Когда они пойдут вниз, мне нужно будет выбраться и убежать вон туда, вот опять в зеленую эту дверку, да? И ву-а-ля! Ну, тоже все пока довольно легко и просто. Ладно, давайте еще один уровень пройдем. Тут у нас одна мести. Но уровень у нас довольно интересный. Нам нужно зайти в шкаф сперва, потом пойти взять руку Халка, превратиться в мальчика Халка. Так, давайте сюда. Потом мне нужно пробить вот эту стену и выбраться наружу уже. Два раза нужно в этот шкаф залазить. Так, вот я в Халка превратился. Мальчик Халк. Ой-ой-ой, нет, нас поймали! Нужно это делать немножечко не так. Смотрите, как она меня отшлепала, да? Смотрите, тут нужно делать все немножечко не так. Нужно подождать, чтобы она уже аж вернулась вперед и тогда возвращаться вниз. Я немного поспешил. Ну, сейчас, я думаю, мы с вами все это исправим. По бырику. Значит, заходим пока в шкаф. Ждем, пока она пойдет вниз, потом превращаемся в Халка. Ждем, пока она пойдет вверх, потом опять идет вниз, мы прячемся и потом уже выходим. Да, тут просто следы есть, видите, она по этим следам нас может определить. Значит, ждем, пока она сюда, перейдет вверх. Вот она, видите, подходит вверх, мы с вами не выходим. А потом, когда она пойдет вниз, мы с вами тоже убегаем вниз. И прячемся, конечно же, в этот вот шкаф. Разворачивайся иди туда. А нас, конечно же, не видят в шкафу. Ну, а мы убегаем. Разрушаем стену. Бабам! И просто-напросто убегаем отсюда. Круто, ребятки, опять уровень мы с вами прошли. Давайте поиграем в игрушку с World Clash Run. Очень потяжная игруха, ребятки. Нам нужно прокачивать количество мечей, которых мы будем с вами собирать. Погромче тоже сделаю. У нашего вот этого чувачка сейчас будет прям большое количество мечей, которые нам нужно подбирать для того, чтобы уничтожать наших врагов, которых тут довольно много. Чем больше этих мечей мы с вами наберем, тем, конечно же, будет лучше. И сейчас я попробую еще несколько мечей взять. У меня уже 400. Хорошо, 349. И сейчас будет у нас, походу, уже рекорд. Последнего этого чувака мы с вами уничтожаем. Сейчас мы с вами быстренько-быстренько еще прокачаем навыки. Итого вот сколько много. 349 мечей мы с вами подобрали. Теперь нам просто нужно вот это все разбивать, забирать деньги. И эти деньги можно потом будет нам на что-то, конечно же, потратить. Что-то обязательно прокачаем. Довольно далеко я зашел. Не знаю, или смогу я побить свой рекорд. Походу, да, ребят. Походу, сегодня я побью свой рекорд. И мы с вами устанавливаем новый рекорд. Добрались до новой отметки. Так, еще немножко прокачаем, конечно же, навыки нашего этого чувака. И попробуем опять собрать побольше этих мечей. Так, 42 у нас есть. Хорошо. Нужно побольше, чем 42. Мне нужно как минимум где-то с сотни две мечей набрать. Так, стопарики. 120 было. Осталось 46. Всего-то нам всего 46 осталось. Вот, но тут я опять чуть-чуть их побольше собрал. Уже больше 200. Больше 200. И сейчас несколько мы все-таки потеряем. 357. Так, на этого я завалю. И вот у нас, походу, последний вот этот вот чел, которого нам нужно быстренько подбить. Здесь мы его разрезаем. 300, почти 300 мечей. Ну, а в целом 296 у меня осталось. Отлично. Хорош, друзья. Давайте поиграем в следующую игру. Это у нас будет пиццариди. Здесь у нас есть пиццерия. И мы можем эту пиццерию периодически прокачивать. Мы изготавливаем пиццу вот здесь вот. Эту пиццу мы продаем нашим клиентам. Зарабатываем деньги. После того, когда у нас будет достаточное количество денег, мы с вами можем себе побольше нанять работников. Или можем прокачать, например, какую-то машину. Для того, чтобы пицца больше пеклась. Или для того, чтобы, например, быстрее продавалась. У нас тут, я вижу, есть какая-то штука. Открылась новая. Для того, чтобы ее полностью открыть, мне нужно 1000 долларов. Я думаю, что это, наверное, вывеска какая-то. Ну, или может быть еще один столик. Давайте попробуем набрать 1000 баксов. После чего откроем эту штучку новенькую, которая у нас открылась. И посмотрим, что-то будет. Если то будет новый столик, будет обидно. Если то будет какая-то новая фишечка или вывеска, я думаю, что будет круто. Так, ну вот, в принципе, мы с вами уже 1000 набрали. Есть у нас уже больше 1000 баксов. Пойдем это откроем. Что это такое? Это у нас новая касса. Теперь мы с вами, походу, сможем продавать пиццу еще и на вынос. Для того, чтобы построить эту кассу, мне нужно 1400 баксов. Ага. Ну ладно, давайте попытаемся. Сейчас мы с вами еще немножечко... А где это? Вот сюда вот мне нужно. Еще немножечко денег заработать. 1400. После чего отстроим вот ту вывеску. Благо, что людей тут довольно много. В пиццерии пицца расходится довольно-таки быстро. Давайте мы с вами эту пиццу сейчас быстренько-быстренько продадим. Тут у нас новая машина есть, которая тоже пиццу печет. Нужно 1400. Я уже имею 400. Нужно 1400. Давайте мы с вами вот это все еще сюда перетащим. Я вижу, что не успевают мои эти вот работнички. Такие не работнички. У нас уже 800 баксов есть. 900. Больше 1000 сейчас уже будет. Да, нормально. Сейчас мы с вами это все попродаем. И пойдем купим. Очень интересно, как там будут покупать наши клиенты пиццу. На это сюда. Уже у нас есть косарь. Давайте пойдем это все еще заберем. 1270 есть у нас. Ладненько. Еще немножко нам осталось. Все, тут уже пицца у нас особо не идет. Нам нужно, походу, столики убрать. Видите, тут много-много столиков. А, тут еще и чаевых прям очень много будет. Сейчас я еще все эти чаевые позабираю. Это у нас не пицца на вынос. Это у нас, ребят, получается, что пицца вроде как на улице. Сейчас, смотрите, у меня уже есть 1400. Ладно, давайте этот мусор уже выкинем до конца. И пойдем сейчас откроем, походу, второй столик, да? Да, это у нас не попица на улице. Люди просто сюда будут подходить, кушать и оставлять тоже здесь мусор, чаевые. Но мы с вами будем зарабатывать на этом деньги. Отлично. Вот такая вот у нас прикольная пиццерия есть, которую мы с вами постоянно улучшаем. Следующая игра на сегодня будет у нас Save the Girl. Ну что ж, мы с вами на 33 уровне находимся. В прошлый раз мы убежали от индейца и продвигаемся дальше. Здесь я выбрал наушники. Дальше. Тут мы с вами должны выбрать вот этот вот ключ. И последний раз вот здесь вот я ошибся. По-моему, я выбрал электрического угря, а мне нужно было выбрать Пикачу. Выбираем Пикачу. И да, все у нас сработало. Вот что значит все сделать правильно. Двигаемся дальше. Следующий левел, 34. Тут мне нужно, походу, наверное, открыть дверь. Да? Да, просто открываем дверку. У нас тут медлаборатория. И паук висит. Мы его, конечно же, подожжем. Все пауки боятся огня. И теперь большой страшный зомби. Нам нужно от него, наверное, спрятаться в шкафу. Да, все, зомби прошел дальше. Мы с вами вылезли и проходим в следующую локацию. Еще плюс 50 монеток заработано. Давайте еще уровень один пройдем, пока у нас все довольно хорошо получается. Что тут нужно уже сделать? Тут у нас волшебная палочка или отвертка. Ну, наверное, палочка волшебная. Да, просто цвет поменяли, и дверка у нас открылась. А здесь мне нужно ввести какой-то шифр. Вон он нарисованный, наверное. Давайте мы с вами это все повытираем. Y, B, B, U, там что-то и далее, да? B, U, G. Наверное, вот это она. Да, мы с вами опять правильно выбрали. И пробрались дальше. 35-й левел у нас, соответственно, тоже пройден. Отлично. Ну и последняя игра на сегодня будет Swimming Monster. В прошлый раз я открыл себе Хаги-Ваги. Давайте сыграем раз за Хаги-Ваги. А потом, может, выберем себе какого-то другого героя. Нам нужно здесь уничтожить босса. Двоих боссов, вернее. И два скипди-туалета. Да. И последний скипди-туалет. Здорово. Хорошо, давайте еще разочек сыграем за нашего Хаги-Ваги. На. Босс. И вот еще вверху два туалета. Вау. Привет. И босс. Просто, говорит, невероятно. На. Все, мы его с вами тоже завалили. Наш Хаги-Ваги приносит нам победу. Давайте, ребята, мы с вами поменяем героя. В этот раз я сыграю уже за вот такого прикольного чувака. Ну и погнали. Тут у нас будет аж... 7. Скипди-туалетов. Которых нам нужно побить. Прыгаем. И... Последний. Все, мы с вами справились. Еще одного босса завалили. Уровень опять пройден. Ну и попробуем. Давайте еще один пройти. Босс. Босс сейчас еще один будет. Теперь просто вперед продвигаемся. Раз. И... Опять босс. Раз. Два. Ну и последний. Чем-очень. Продограм airport. Продолжение следует... Продолжение следует.